История моей подписчицы. Сегодня сейчас я ее зачитаю, дам комментарии, вы потом тоже об этом все напишите под видео, ваше мнение. Если считаете, что такие видео на канале полезны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и давайте приступим. Добрый день, Галина, спасибо за ваш труд и ценные советы. Очень импонирует ваша манера изложения и подход к разным жизненным ситуациям. Надеюсь, я тоже смогу в ближайшее время позволить себе ваши индивидуальные психологические консультации и терапию. Моя история началась больше полугода назад. На сайте знакомств я познакомилась с турком. Я никогда не была в Турции и не имела опыта общения с турецкими мужчинами, только по вашим рассказам и рассказам других девочек. Дабы избежать общения с ним, я им просто не отвечала. Но, как говорится, не зарекайся и одному я все-таки ответила. Он показался мне достаточно адекватным, интересным в общении, с хорошим чувством юмора, серьезными целями. Последние несколько лет он жил и работал в другой европейской стране, но из-за ковида ему пришлось вернуться обратно в Турцию. В чем он зарабатывает на жизнь сейчас, я так и не поняла до конца. Живет он с мамой в большом доме. Мы перешли с сайта знакомств в WhatsApp и тут началось веселье в кавычках. Доходило до абсурда. Если я не отвечала ему в течение 1-2 минут и, не дай бог, при этом я была онлайн, он начинал писать мне, «Анна, ты говоришь с другими мужчинами? Почему ты молчишь? Почему ты мне не отвечаешь?» И так каждый раз. При этом он постоянно зависает на сайте онлайн. Его режим дня был далек от моего. Я постоянно на работе с утра до ночи. Очень устаю, у меня физическая тяжелая работа. Он же мог до 6 утра сидеть на сайте знакомств, проснуться в 5 вечера, начать писать мне, что ему скучно, так как локдаун и ему нечем заняться. Обижался, что я рано ложусь спать, так как мне вставать в 5 утра на работу. Еще разница во времени у нас в 2 часа. Он жаловался на постоянную бессонницу, плохой сон, что он не может спать по 2 дня. Я приходила домой после работы, должна была быть бодрая, весела, да еще и ему писать без остановки. Он не понимал, почему я так много работаю. И, несмотря на это, мы старались созваниваться каждый день, болтали, смеялись, говорили о встрече. С сайта я удалила анкету, а он нет, заходил туда раз в день. Но это право каждому, друг другу ничего не обещали, ничего не должны. Тогда у меня вопрос, зачем тогда вы удалили, если же ничего не обещали, а не должны. Вы скажете, например, ну мне так захотелось, я же чувствую, он уж прям в итоге о разговоре, потому что я чувствовала, что я ему принадлежу, мы с кем начинаем соотношение. Значит, вы вот, если так вы рассуждаете, что, а он не чувствует, что он в отношениях. В один прекрасный день он завел разговор о сексе, о том, что он очень непослушный и прочее. Он начал просить откровенных фото, на что я ответила отказом. Он вроде бы понял, но тему я тут как-то не закрыл до конца. И вот в один из дней я была онлайн и не ответила на его сообщения, так как была занята на работе. И онлайн была тоже по работе. Из него полезло все самое прекрасное. Он написал, что я такая же, как все, общаясь с другими мужиками, шлю им откровенные какие-то фотографии. Послал меня и заблокировал. Спустя месяц я восстановила аккаунт на сайте. Он снова нашел меня и начал писать, что из-за меня он теперь ненавидит всех женщин, что я сделала что-то ужасное. Я так и не поняла, что я сделала что-то плохое, чтобы он так ненавидел женщин после меня. Он снова меня разблокировал и все началось по второму кругу. Но в этот раз заблокировала его я, когда опять поднялась интимная тема. Так продолжалось 7 месяцев туда-сюда. В конце концов я оказалась шлюхой. Наверное, я прочитаю по-английски, что тут от него написано. Fucking bitch and fucking off. А на утро снова он пишет, я по тебе скучаю. Пишет мне с разных номеров, так как я блокирую его. Сегодня написал мне снова, что у меня проблемы с головой, что я так и умру одна. Блин, я прямо здесь могу остановиться, они до конца ваше письмо не зачитывают. Все, что он вам говорит плохое, это он все, понимаете, не может... Это все называется я такой. И на самом деле это его страх. Я боюсь, у меня проблемы с головой, я боюсь, что я умру один и никому не буду нужен. На этом немножечко сейчас внимание заострим, я потом расскажу поподробнее. При этом я ни разу его не оскорбила, ни разу не послала. Он всегда обвиняет, что это у меня проблемы, что я виновата во всем. Что я его уничтожаю и через месяц опять напишешь, что скучает. Как ответить ему, чтобы человек отстал от меня, я очень устала от него. Мне и без него не сладко в этой жизни. Да, у меня проблемы с мужчинами, я выбираю не тех мужчин. Удачи, процветания вашему каналу. Ну, что я могу сказать? Очень хорошая черта. Да, я знаю, у меня проблемы выбирания тех мужиков. Да я вас, честно, в этом обвинять не собиралась, предъявлять вам это или нет. Тот, не тот, не мне вообще решать. Это сугубо ваше дело, да. И ваш вывод какой-то о себе, тех мужчин вы выбираете или нет. Про него как отказать, честно, я не знаю. Ну, во-первых, блокировать просто, вообще не отвечать. У меня одно решение. Любые незнакомые номера, которые пишут в других номеров, ничего, вы вообще не вступаете. Пишут вам, потому что вы уже 7 месяцев туда-сюда гоняете эту историю, от чего сами устали. Значит, у вас определенный кайф в этом есть. Вам это зачем-то нужно, правильно? Человек, который не хочет, он этого не делает. Вот у меня один единственный рецепт и совет вам, ему не отвечать. Вот он пишет, вы видите смс-ку на английском языке с неизвестного номера турецкого, блокируете, тут же не отвечаете, в переписку, в контакт не вступаете, все. Рано или поздно закончатся номера, рано или поздно он от этого устанет. Мне кажется, эликсир абсолютно простейший. Тут много ума не надо, чтобы до этого догадаться. Если это продолжается, вы же отвечаете вот в этом проблеме. Не отвечайте. А тут вопрос, а зачем вам отвечать? Зачем выбирать не такого, скажем, больного человека. Вот про него точно скажу все, что он вас обзывает, называет, оскорбляет вас и переносит на вас. На самом деле это чистый воды, полнейший перенос. На самом деле человек, мы же не можем признавать свои ошибки. У него определенное какое-то расстройство есть. Может быть он в депрессии, у него какое-то расстройство пограничное. Может личности там непонятно, много про него не было. Только про его поведенческие какие-то моменты. Но тем не менее это не окей. Это ненормально, когда себя так люди ведут. В таком состоянии находятся. Вот выгодит с мамой живет. Вот проблемы на работе были, вернулся, локдаун. Это вся история. Депрессуха там, конечно, присутствует. Такая не очень ситуация у него завидная. Однозначно у человека какие-то проблемы. Проблема, возможно, ментального даже характера. Вот такой вот он есть. Зачем вам с таким общаться? Это опасный, непонятный тип. У него психика как проблема, но он уже вот что устраивает. И зачем вы продолжаете общение, которое вас тяготит? Просто прерывайте это общение. То, что он вас как называет, кто как называется, обзывается. Кто как обзывается, тот сам так и называется. Вот оно. Это чистый типичный перенос. И свои страхи человек озвучивает в отношении вас. То есть ты такая плохая. Он не может сказать, я такой плохой, этого признать не может. И вот как там прямо цитата была. Ты умрешь в одиночестве, да. Никому ты не будешь, у тебя проблемы с головой. И ты в итоге там останешься одна. На самом деле у меня проблемы с головой. Я боюсь того, что я останусь один. А то, что у него проблемы с головой, мне кажется, все ясно. И начинается с того, что этот человек вам предъявлял изначально, две минуты не отвечая, он мне там какие-то пишет претензии и тому подобное. Вот это все прекрасно видно. Что хочу отметить? Что вы в созависимых отношениях с больным человеком. Что раз вы реагируете на его поведение, на вот эти вот запросы, что семь месяцев вам повод не как ему ответить, забыла как ему так ответить, чтобы он не отстал. Перестать ему отвечать. Все. Проблема не в вас. Поймите, это псих какой-то. Ненормальный человек или в пограничном состоянии, расшатанной психикой, нездоровой. И вы вступили в эти отношения и продолжаете ему потакать в созависимых отношениях с ним. Ведетесь на это. Закончится, когда он с вами ни в одном городе, в другой стране живет. Вы что тянете? Вот в это играть с психами, честно скажу, не надо. Это опасно. Даже на расстоянии. Как минимум, если он до вас физически не доберется. Но точно могу сказать, что вы себя ментально, духовно, морально разрушаете таким контактом. Зачем вам нужен такой токсичный контакт человека рядом? Для чего? Ничего он вам не несет, хорошего ничего не делает. Я вообще это не понимаю. Зачем вам это нужно? Если конкретно к вопросу, как мне это изменить, ему ответить так, чтобы он от меня отстал, в пятый раз повторю, перестаньте с ним общаться. Не отвечайте вообще никак ни на какие сообщения, а просто сразу же в бану. Рано или поздно ему это надоест. Все. Лекарство очень простое. Но зачем это нужно вам? Зачем вам нужны токсичные больные люди в обществе? Вот это другой вопрос, очень интересный. Вам надо об этом поразмышлять, что он вам дает. Вот настолько вам не хватает внимания, хоть кого-то, чтобы общаться. Но видите, какое разрушительное общение, оно того не стоит. В общем, что вы посоветуете девушке? Пишите ваши комментарии. Я думаю, что многие с этим сталкивались. Он не один такой. Сети, сайты знакомств к этому располагают. И не только нормальные, адекватные, а в основном бывают люди с проблемами определенными. Поэтому они идут как в инкогнито. Вот это общение социальное, но инкогнито. Не показывая своего истинного лица и так далее. Определенные, скажем так, опасности в этом социальных сетях, на сайте знакомств. Опасности общения, к сожалению, есть. Можно такое нарваться. На немножко нездоровых людей. Пишите ваши комментарии. Я всегда под видео в инфобоксе оставляю свою почту для записи на консультации, для общения с вами. Либо для ваших вот таких историй, чтобы на канале я их разбирала, отвечала на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Всем пока.